Приветствую! В этом видео мы поговорим об отсрочке по закону 36.33, бывший законопроект 10.449. И мы поговорим, кто из лиц с инвалидностью сохранил эту отсрочку, какими документами можно подтвердить, соответственно, право на отсрочку, и поговорим про ПРО-огляд, тот ПРО-огляд, который запланирован данным законом в переходных положениях, его он указан, и разберемся с тем, кто попадает под ПРО-огляд, кто не попадает, и как это вообще будет все происходить. Итак, разбираясь с первым вопросом, кто же из лиц с инвалидностью имеет право на отсрочку. Для этого мы смотрим с вами статью 23 закона о мобилизации, и там в пункте 2 четко написано, кто же имеет право на отсрочку. И как мы видим, здесь правом на отсрочку обладают все военнообязанные, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью. И про группы ничего не указано. А как мы с вами знаем, если не указан конкретный перечень групп, то это нужно трактовать следующим образом. Все лица с инвалидностью имеют право на отсрочку. Соответственно, по документам, которым можно подтвердить это право. Каким документом подтверждается инвалидность? Правильно, справка к акту осмотром СЭК. И вот этот документ является первичным для человека, который оформил инвалидность. И именно его нужно будет предоставить в ТЦК и ЕСП, чтобы оформить вашу отсрочку. И все, больше никаких документов не нужно. Да, безусловно, если у вас есть удостоверение о получении социальной помощи в связи с инвалидностью, либо пенсионное удостоверение, где указано, что вы имеете инвалидность, его также вы можете подать в ТЦК и ЕСП. Но достаточно и справки МСЭК для того, чтобы подтвердить то, что у вас оформлена инвалидность. И если у вас есть справка МСЭК, считайте, что все, у вас гарантированно есть отсрочка от мобилизации во время военного положения в Украине. И еще раз обращаю ваше внимание, что то, что я сказал, это закреплено уже в новом законе, который вступит в силу с 18 мая 2024 года. Теперь перейдем к вопросу о том, будет ли ПРО огляд, кого он затронет и как это будет вообще выглядеть. Если посмотреть переходные положения закона 10.449, то там этому посвящен вот такой большой пункт. Он настолько большой, что даже меня не видно, да, и разобраться в нем сложно. Поэтому мы его разобьем на части и будем разбирать по частям. В первую очередь мы затронем вопрос, а кого касается вот этот ПРО огляд, потому что он касается не всех людей, у которых оформлена инвалидность. Там есть несколько критериев, и сейчас мы с ними и разберемся. Первый критерий – это период, когда человек оформил инвалидность. И, соответственно, под ПРО огляд, условный такой, да, попадают те люди, которые оформили инвалидность с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2024 года. Почему 18 мая? Потому что там указано, что по день, когда вступит в силу этот закон. А закон 36.33 вступит в силу 18 мая. Напомню, что он уже подписан президентом Украины Владимиром Зеленским и опубликован. Поэтому мы только ждем вступления его в силу. Но не все из вас, кто оформил инвалидность в это время, попадают под действие этого пункта. Там есть ограничения по возрасту еще. Только те, кто достиг 25 лет и не превысил 50 лет. То есть от 25 до 50 лет вот этих людей и будут перепроверять. Но, опять же, и из этого правила есть исключения, потому что не всех людей будут перепроверять. Какие это исключения? В первую очередь касается тех людей, которые вперше отрымали группу инвалидности. То есть, если вы в этот период просто подтверждали группу, а, например, получили ее в 21 году, а в 22 вы просто пришли на повторный осмотр и подтвердили, то вас это не касается. Вас перепроверять не будут. Также не затронет этот переогляд и тех, кто повысил либо понизил группу. То есть, например, вы в 21 году получили третью группу, а во время переогляда вы получили в 22 году вторую группу. В этом случае вас тоже не будут сейчас перепроверять. То же самое касается и тех, кто, например, в 21 году получил вторую группу, а теперь ему понизили до третьей группы. Тоже вас повторно проверять не будут. Ну и есть некоторые исключения по диагнозам, по причинам, вследствие которых установлена группа. Это следующие причины. Инвалидность установлена вследствие заболеваний, либо травм, которые связаны с тем, что человек защищал Украину сейчас уже. Соответственно, никаких вопросов к нему нет, никто его не будет повторно проверять. Далее, если у человека отсутствуют конечности, в том числе кисти рук, стопы, ног, либо же отсутствует один из парных органов, не подлежит повторной проверке. Далее, если человек получил инвалидность в связи с онкологическим заболеванием, интеллектуальными нарушениями или психическими расстройствами. Тоже не будут рассматривать. Ну и также те, кто получил инвалидность вследствие наличия церебрального паралича, либо иных видов паралитических синдромов. Этих людей тоже никто не будет перепроверять. Соответственно, если вам установлена инвалидность по одной из этих причин, то вас это все не касается, вы можете, что называется, выдохнуть, никто вас дергать уже не будет. Ну а тех, кто не попал в эти исключения, то есть те люди, которые сейчас находятся в возрасте от 25 до 50 лет, получили впервые инвалидность уже во время военного положения и, соответственно, не по тем причинам, которые были озвучены, вас будут проверять. Как это будет выглядеть? А однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Почему? Объясню. В этом законе написано, что нужно вжиты заходив, яки перед бачени указом президента номер 576. А в указе президента написано, что нужно создать комиссии, комиссии, которые будут просто проверять дела, то есть, грубо говоря, создается комиссия, она приезжает в МСЭК, берет оттуда все дела и изучает документы без вызова человека. То есть, они должны сначала изучить документы и, если они, например, увидят, что у кого-то в деле нет документов, да, есть дело, есть решение о присвоении какой-то группы инвалидности, либо же увидят, что документы есть, но того, что там недостаточно, то они должны в установленном порядке инициировать проогляд. И вот здесь вы, конечно, скажете, а где же этот порядок установлен? Честно говоря, не нашел. И, насколько я понимаю, этот порядок будет вот теперь уже установлен. То есть, сейчас, после принятия вот этого закона, кабинет министров будет принимать какую-то новую постанову, которой и будет урегулирована деятельность вот этих комиссий и порядок проверки, порядок вызова человека на проогляд. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что вот просто так сейчас, если вам позвонят и скажут, приходи на проогляд, так вы не обязаны туда идти. У вас есть документы, установлена инвалидность и возникает вопрос, а если человек вообще за границей, ему что сейчас, вот там все бросить и ехать сюда? Нет, конечно. То есть, этот вопрос еще открытый и я думаю, он в каком-то ближайшем обозримом будущем будет решен новым документом от кабинета министров Украины. И, безусловно, я слежу за этими. Как только появится такой документ, обязательно сделаю видео и разберемся с этим вопросом. Естественно, нужно еще и сказать, что в этом указе президента номер 576 указано, что такая комиссия должна еще и уведомить правоохранительные органы, если там есть основания. Ну, то есть, например, если комиссия открывает личное дело человека, да, а там есть только решение о установлении ему инвалидности и никаких доказательств нет того, что у него вообще есть заболевание. Безусловно, в этих ситуациях будет поднят вопрос, а как же так человеку установили инвалидность и, соответственно, этот вопрос уже будет рассматривать вообще полиция в рамках уголовного производства. Друзья, наверное, на этом все. Вроде бы все вопросы разобрали. Сам порядок по огляду разберу отдельно, как только он появится, либо как только оно начнет полноценно работать. Потому что на сегодняшний день пока это все еще не работает. Возможно, возможно, подчеркиваю, комиссии уже созданы и рассматривают наши дела, но это не значит, что их действия, которые они должны совершить в дальнейшем, уже урегулированы законом. Пока там есть некая такая правовой, некий правовой вакуум, вот так скажем. Когда его заполнят, мы с этим обязательно разберемся. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Его название вы сейчас видите на экране, а ссылочка есть в описании к данному видео. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok